Вот такой сейф, смотрите какая здесь толщина в нем, вот толщина двери, все, даркнетовская петарда, ложим ее, ребята, внутрь. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер, скоро, очень скоро уже Новый Год, напишите в комментарии, есть ли у вас новогоднее настроение, и как вы помните, ребята, в прошлом году у меня было несколько таких перетехнических видео. В прошлом году, зимой, я взрывал стиральную машинку, тогда у нас такая небольшая петарда была, где-то на 400 грамм пороха. И я просил вас, пишите в комментариях, что можно еще взрывать, очень много людей писали там, взорви холодильник, еще что-то, еще что-то, и может некоторые помнят, где-то тут подсказка вылезет, мы взорвали 5 или 6 килограммовую петарду, я не помню. Короче, взрыв был очень мощный, мы тогда ничего не взрывали, но взрыв настолько мощный был, что я понял, что ну просто нет смысла холодильник какой-то взрывать, потому что он нафиг разлетится. И мы думали, что бы такое более бронелобое можно было придумать, взорвать. В общем, ребят, это советский несгораемый сейф. У него большая толщина стен, то есть получается с одной стороны вот железяка, с другой стороны железяка, и внутри там то ли бетон, то ли песком оно засыпано. Ну и короче, я не знаю, взорвет оно его или нет. А сейчас нам нужно туда его вниз катить. Короче, ребята, этот сейф очень тяжелый, килограмм 150, наверное, ну может чуть-чуть меньше, либо даже чуть-чуть больше, но мы его, короче, с машины четвером вынимали. Ребята, мы уже находимся на месте, смотрите, мы пару дней назад сюда приходили, можно покажу, выкопали такую ямку, то есть сейф будет сюда стоять дверью, и когда он будет разрушаться, мы будем стоять с той стороны, его, получается, осколки полетят туда, 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 ну, соответственно, под землю они далеко не уйдут, и крышка улетит где-то вот туда. Скорее всего, вот этот сухой пень. Получается, что сейф окружен различными препятствиями, и далеко он не разлетится, и я думаю, что мы когда сюда подойдем, мы еще его стенки увидим. А может быть, что он вообще уцелеет, и как бы все, просто будет такой бух, и сейф останется живой-здоровой. В общем, мы пару дней назад на глаз выкопали такую ямку, сейчас нужно ее немножко увеличить, потому что сейф очень большой, и не помещается немного. А вот, ребята, собственно, и самый главный, короче, наш этот экспонат на сегодняшний день. Мы заказали такую мега-мега большую петарду в Даркнете. Это та самая Черная Смерть, про которую со школьных лет постоянно кто-то говорил, но никто никогда ее не видел. Так, в общем, вот это она, Черная Смерть, и мы ее поместим внутрь того сейфа. Но прежде чем мы будем ей стрелять, у нас есть такие небольшие аппетитайзеры, вот такая петарда, и пару маленьких, там, P2000 легендарная, и парочка, ну, немножко помощнее. В общем, да, начнем с P2000, потом вот та большая, а потом вот эта Черная Смерть с Даркнета. Смотрите, кстати, ребята, у нее даже черный фитиль, настоящая Черная Смерть. Вот такой сейф, смотрите, какая здесь толщина в нем, вот толщина двери, чтобы вы понимали, здесь держат два таких штыря, они заходят сюда, ну, а здесь, когда мы покрутим, вот так вот держат. Как я уже говорил, внутри вот этих стенок, либо песок, либо бетон, это несгораемый сейф, специально, чтобы в случае пожара, там, какие-то важные документы не сгорели. В общем, вот наша петарда из Даркнета, ну, вы поняли, как она с Даркнета, просто сними кулек. Все, Даркнетовская петарда, ложим ее, ребята, внутрь. В принципе, глубже у нас не получилось туда его запаковать, этот сейф, потому что он реально очень тяжелый. Как вы видите, этот сейф очень мощный, наверное, это самый мощный какой-то бытовой сейф, который был в Советском Союзе. Как вы знаете, в Советском Союзе многие вещи делались на славу, не все, конечно, хорошие, но делалось, в принципе, старалось делаться с качеством. То есть сейф реально очень мощный, мощнее, я не знаю, разве что купить какой-то современный, дорогущий, там, немецкий или еще какой-то сейф. Ну, короче, это, наверное, самое мощное, что мы можем на сегодняшний день попытаться разрушить таким вот именно способом. Итак, ребята, наш заряд установлен, но мы идем разминаться, нашли вот такую вот небольшую нору. Туда, наверное, кинем вот эту большую, посмотрим, что будет, ну, взорвется она очень сильно. Ну, а потом, когда у нас все вот это закончится, мы пойдем разрушать сейф. Начнем с маленьких, их просто бросить можно чуть ли не под ноги, это по 2000, да? Просто без этикетки. Да зачем дырку? Она же легонько взрывается. Я вам скажу, было достаточно громко, хотя в камере вам, в принципе, громче, наверное, не будет слышно, нежели там какой-то определенный максимум. Даже если мы самую большую будем так смотреть. В общем, К-55. В прошлый раз у нас такая просто так... Короче, какая-то бракованная была, надеюсь, этот раз нормальная. Хотя покупалась она, в принципе, в том же месте. Я надеюсь, что там не целая партия бракованная. Слушай, как в фильме, знаешь, не могут динамит поджечь. Да, это хоть была внутри, но пожестче было. Ну что, теперь самую жесткую. Колян, идешь сюда? Да не бойся. Вот это будет жестко. Чтобы вы понимали, ребята, это маленькая. Сейчас будет большая. Капец, она нору реально разрушила немного. Ну что, пацаны, теперь гвоздь программы. Слушай, нам надо ховаться за тот тон, потому что... Все, все пошли ховаться, а я буду, так понимаю, поджигать. Так, у меня тут, в принципе, все уже заготовлено. Давайте я сейчас камеру где-то в стороне отставлю. Я имею опыт того, что камеру может куда-то случайно снести. Поэтому давайте поставим в той стороне камеру, где не будет лететь осколки, куда не будет лететь. Так, ребята, камера будет установлена так. Я надеюсь, что сюда не долетят некие осколки, иначе мне нужно будет покупать новую камеру. Прошлой зимой, когда мы снимали видео со стиральной машиной, фасадная крышка стиральной машины ударила в камеру. И мы камеру, короче, в снегу долго искали, но не нашли. Там бы, наверное, был эпичный кадр. Я надеюсь, что с моей камерой все будет хорошо. В общем, ребят, ставьте лайк, а я пошел поджигать фитиль. Так, вот этот фитиль будет гореть около двух минут. Так что, Колян, не спеши убегать. Все, назад пути не будет. Давай, подпалю, я уже боюсь. Только не убеги. Я закрою, тогда бежим. Хорошо. Потому что все боятся, все поразбегались уже. Надо бежать далеко. Все, тут безопасно, я думаю. Так, ребята, ждем больше минуты. Фитиль, говорили, будет гореть две минуты. Еще пару секунд мы бежали. Я думаю, скоро будет. Камера на месте. Да, на месте камера. Листы какие-то металла. В общем, ребята, как вы видели, петарда с Даркнета разорвала даже советский несгораемый сейф. Пацаны, что вы думаете? Как взрыв вам? Смотрите, вот. Остатки взрыва. Что ты думал? Думал, не разорвет. Ребята, смотрите, что произошло. Идите сюда. Смотрите, в дерево воткнулось просто. Офигеть, вот так в дереве торчало тут. Охренеть. Вот это бабах. Смотрите, вон сверху двери, да? Он так долго горел. Я боялся, лишь бы тут не нарисовался какой-то человек. Хотя, по идее, тут никого не должно быть. Мы далеко отъехали. Офигеть. Его просто разорвало, уничтожило. Капец, это несгораемый сейф. Смотрите, как его погнуло. Как будто над ним кто-то надругался. Вау, вот здесь, смотрите, тоже осколки. Это дверь, смотрите. Я по вот этим штырям вижу, что это дверь. Смотрите, что с дверью случилось. Просто ее в хлам порвало. Офигеть. Там. Смотрите, аж куда улетели еще. Офигеть. Вот это на Раде мы первую взрывали петарду большую. Аж сюда попало. Офигеть, это все песком накрылось. Твою же мать. И сверху вон еще дверь. Вот какая-то тоже часть сейфа. Такая пластина. Я вообще, честно, убегал бы отсюда, потому что взрыв был очень мощный. Не дай бог, кто-то приедет. Там, наверное, на весь город. Мы за городом, ребята. Вот там речка, а за речкой город. И вот там аж сигнализации у машин сработали, чтобы вы понимали. Надо валить, походу. Идемте отсюда. Ну нафиг там. Смотрите на это все. Короче, ребята. Я еще не видел тот кадр самого взрыва. Потому что камера стояла на штативе. А мы там вообще очень далеко спрятались. И хорошо, что мы далеко спрятались. Потому что взрыв был реально очень лютый. Такая вот новогодняя пиротехника. Но в городе такую использовать нельзя. Еще раз повторюсь. Мы купили ее в Даркнете. Где именно, я вам не буду говорить. Потому что вы сами понимаете, что такие петарды, в принципе, это не игрушка. Это уже серьезные петарды. Ну что, братан, как тебе черная смерть, о которой все школьники говорят, но никто никогда не видел? Я офигел. Думал, будет маленький взрыв. Я вообще думал, он не взорвется. Ну сейф очень мощный был. Ну и вот ты видел, как просто покрутило вот так? Сейф 150 килограмм минимум. Мы четвером с машины его доставали. Еле-еле катили вот эту вот всю дорогу туда. Такое вот получилось видео с новогодней пиротехникой. Ну еще не Новый год, но я думаю, что это видео выйдет где-то под Новый год. У нас сегодня 27 или 8 число, я уже не помню. 28. Скорее всего, ребята, это крайний видос в этом году. Так что с наступающим вас Новым годом. Или если вы после Нового года смотрите с наступившим вас уже. Ну, для меня вместо тысяч поздравлений будет лучше всего увидеть ваш лайк и комментарий под этим видосом. Не поленитесь, напишите хоть какой-нибудь комментарий. Вообще любых пару букв. Я буду вам очень благодарен. Всех еще раз, ребята, с Новым годом. С вами был Сергей Трейсер. Всем пока.